Среди бойцов приморского отряда «Тигр» много людей, которые до СВО вели обычный образ жизни. Позывной этого добровольца – педагог. Неравнодушный учитель в мирной жизни решил не упускать шанс передать привет своим ребятам. Командир отряда Соня Мачикина, вы молодцы, я за вами наблюдаю. Спасибо за вашу работу. Чем больше вы делаете добра, тем больше у нас сил. Вернемся обязательно домой с победой, потому что с нами Бог и правда с нами. Этим неравнодушным и стойким приморцем губернатор края Олег Кожемяка регулярно привозит на передовую специальное оборудование. Партии современного снаряжения в этих боях спасают человеческие жизни. Это заказ военнослужащих. Олег Кожемяка поддерживает связь с командирами приморских подразделений и точно знает, что нужно нашим бойцам. Тяжелые коробки на месте распределяют между подразделениями, чтобы во время передачи не терять на это время. 60-й в конце пригрузили. Поэтому сейчас 60-й ставьте. С другой стороны. Сортировка ценного груза, а дальше дорога и долгий путь до наших ребят, которые размещены за сотни километров друг от друга. За несколько дней командировки пробег на машинах перевалил за две тысячи километров. Но иначе нельзя. Цель – доехать до каждого. Вон там стоит визер. Очень хороший. Мы все проверили, говорили. Да, да, да. Из-за этого мы доложили. Поэтому, если что-то, мне майкните. Губернатор Приморского края нам уже четвертый раз помогает. Это очень нужно. Очень нужно. Все это проверено. Особенно оптика. Необходимо. Дополнительному оборудованию рады на каждой позиции. Дроны и коптеры – глаза современных наступлений. И обычное стрелковое вооружение против них бессильно. Дрон врага. Мы их называем глаза. Идет к корректировке огня. С помощью этого ружья мы отключаем дрон от оператора. Прерываем этот радиосигнал. Он теряет управление, падает. Все вообще, что сейчас Олег Николаевич передал от Приморского края, все уже завтра будет на уничтожение врага. Поэтому вот этот вклад, он неоценим. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края, коммерческих благотворительных организаций и пожертвований граждан. В полевых условиях передачу груза организуют творчески и с выдумкой. Машины подогнали максимально близко. Так процессу не мешала погода. А руки с коробками только успевали мелькать в просвете. Вот в таком формате происходит самый быстрый перегруз. Весь процесс занял не больше трех минут. Чтобы найти это подразделение приморских мотострелков, проехали более полутора тысяч километров. Здесь на защите родины стоят бойцы из Уссурийска и Артема. Тут же и землянки из приморских пиломатериалов. А внутри стоят окопные свечи, которыми в тёплое время года ребята освещают блиндажи. Запах родной приморской тайги. Да, запах нашего дерева. Спасибо нашим ребятам-лесопромышленникам. Вот она, как говорится, уже в боевом применении. Спасибо всем жителям Приморья, что поддерживают. На передовых позициях мотострелкового полка напомнили нашим бойцам. Об их семьях дома тоже заботятся и приглядывают, чтобы лишний раз не переживали за своих. Ребята, если по семьям, по тылу проблемы, мы сейчас говорили, вот Сячеслав Васильевич, он с нами в ЗАГС собранием будет держать, мы будем оперативно решать через депутатский корпус, через главы, напрямую. Сейчас у нас фонд защитника отечества создан, филиал. В Приморском крае вот Олег Николаевич открывал его. Там многопрофильные вопросы будут решаться, социальные, материальные. Центр защитники отечества уже начал свою работу. За время поездки за тысячи километров работники филиала помогли организовать видеосвязь бойцов добровольческого отряда «Тигр» с их родными. Навстречу пригласили и волонтеров. Им необходимо было узнать от первых лиц, какая помощь сейчас нужнее нашим бойцам. Бойцы отдельно просили отметить детские письма. Говорят, они лучше всего согревают в холодных траншеях. Письма детские мы обязательно читаем, мы их с удовольствием принимаем. Это наша поддержка, это наша сила, это наш тыл. Все, что здесь происходит, это ради наших детей. На каждой странице детская благодарность. И, кажется, самая главная просьба – скорее возвращаться с победой домой.